Здравствуйте! Несомненно, наша республика богата природой. Интерес у гостей вызовет множество уникальных достопримечательностей. В числе лидеров по посещаемости туристов – всесезонный курорт Архиз. Место раскрывает свои природные черты в каждый сезон. На курорте расположены десятки уникальных природных достопримечательностей. На сегодня Архиз продолжает укреплять свою позицию как лучший горнолыжный курорт России. И буквально на днях команда получила награду от российского туристического форума «Путешествуй». О том, чем еще удивит нас Архиз и многое другое, нам расскажет генеральный директор управляющей компании Архиз, группа компании «Монтера» Роман Киранчук. Здравствуйте, Роман Александрович. Расскажите, как прошел российский туристический форум «Путешествуй» в Москве? Ваши впечатления от мероприятия? Добрый день, уважаемые телезрители. Приняли участие в четвертом российском туристическом форуме «Путешествуй». В рамках него проводилась сессия «Горнолыжные курорты. Инвестиции в инфраструктуру будущего». Обсудили с коллегами из отрасли инновационные тренды, летние активности, сервисы для привлечения гостей, законодательные инициативы. В целом, курорт Архиз поделился также своими успехами за период владения частным инвестором группы компании «Монтера», в перспективах и планах на будущее и целях по увеличению туристического потока. Вы участвовали в пленарной сессии «Горнолыжные курорты России. Инвестиции в инфраструктуру будущего и обеспечения стабильности бизнеса». Какие повестки были ключевыми? Также Архиз стал лауреатом премии «РТФ путешествий». Уточните, в какой номинации? В номинации «Лучшая экспертная консультация на выставочном стенде». Здесь я хотел бы, конечно, поблагодарить команду за коммуникабельность, клиентоориентированность, стремление в развитии нашего курорта. И было всенародное голосование, конечно же, гостей и клиентов курорта. Ну и нам приятно, конечно. А сессия немножко? Что за сессия? Сессия достаточно прошла очень интересно. Собрался состав и министерств, депутаты, которые рассказывали о законодательных инициативах. Естественно же, коллеги из отрасли делились своими мнениями, новинками. Было достаточно объемно, интересно и продуктивно. Хорошо. Следующий вопрос. Чем удивит летний Архиз? Какие меры предпринимаются для привлечения туристов? Касательно летних активностей мы буквально на выходных встретим у себя фестиваль Архиз «Вайлд Трейл». Это порядка двух тысяч участников из 30 регионов нашей страны покорят вершины Архиза в высокогорном забеге. Также летом мы планируем ряд мероприятий провести по дисциплину маутинбайка, даунхилл, это олимпийская дисциплина, различные концертные мероприятия. Ну и гостей курорта порадуют те летние активности, которые сейчас работают на курорте. Это и полеты на воздушном шаре, картинг, лазертак, большой выбор путешествий пеших по экологическим тропам курорта. Это и прокаты горных велосипедов, электромотоциклов, мотовездеходов. В перспективе запуск новых летних аттракций, о чем мы попозже с вами поговорим. Хорошо. Какие преимущества у курорта Архиз перед другими курортами? Ну, курорт Архиз расположен в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа, что дает для инвесторов цель привлечения и инвестирования в объекты коллективных средств размещения, объекты общественного питания. Второе. Заслуженно лучший курорт по итогам 2023 года. Премия Russian Awards мы получили в прошлом году. Это достаточно серьезная премия, да? Да. Премия интересная и серьезная. Естественно, для горнолыжников и сноубордистов это различные горнолыжные трассы различного уровня сложности, как для детей, так и для взрослых. Интересные, широкие, просторные. Покрытые 100% покрытие искусственным снегообразованием. Естественно, это продолжительный горнолыжный сезон с мая по декабрь. Ну и уникальная природа региона. Какие планы у курорта Архиз на расширение инфраструктуры и увеличение активности в ближайшей перспективе? В ближайшей перспективе мы планируем дальше расширять летние активности с целью популяризации летнего активного отдыха. Это довести количество экологических троп до 35 километров, открыть канатную дорогу и покорить новую вершину для курорта. Это 3030 метров. Свадьбу там играем? Конечно, сыграем. Уже сыграли одну на высоте 2500. Теперь новая наша планка, это 3030 метров. Вот, канатная дорога-орбита. Дальше мы на этой высокогорной зоне хотим создать высокогорный экстрим-парк с качелями, с виафиратой, со смотровой площадкой. Ну, будет очень интересно. И особой изюминкой этой канатной дороги будут кабинки с прозрачным полом. Вот, добавляет остроты ощущений, конечно, при подъеме на высоту. С точки зрения перспективы трех лет, у курорта достаточно амбициозные планы. Это строительство пяти новых канатных дорог и увеличение площади катания до 30 километров горнолыжных трасс. Также плюс 30 километров, прошу прощения, горнолыжных трасс с полностью оборудованной системой искусственного снегообразования. Ощущаете ли вы поддержку региона? Какие меры, на ваш взгляд, могли бы существенно помочь в развитии туристического бизнеса в Карачаево-Черкесии? В пользу случаях хотел выразить славу благодарности главе республики Рашиду Борисповичу Тимрезову, председателю правительства Мурату Олеговичу Аргунову, коллегам из Министерства туризма, Министерства строительства ЖКХ, Министерства природных ресурсов и других ведомств за тот огромный неоценимый вклад, всестороннюю поддержку, помощь, которую делают во благо курорта республика. Из мер поддержки могу отметить это, безусловно, строительство аэропорта с планируемым вводом в 2028 году, мастер планирования территорий сельского поселения Архыс и поляны Туулу, Софийская поляна, планируемое строительство обездной дороги села Архыс и другие значимые для нас проекты, которые инициирует республика, цифровизация туристических маршрутов, это мультимодальное железнодорожное сообщение, которые позволят, все эти мероприятия позволят увеличить туристический поток. — Скажите, пожалуйста, следующий вопрос. Какие новые идеи, подходы используют для привлечения туристов? Сейчас много говорят о въездном туризме, как привлечь не только туристов из нашей большой страны, но еще и из зарубежных. — Группа компании «Монтеро» очень активно в этом сегменте действует. Это ряд встреч и привозят сюда и иранских коллег, и белорусских коллег, и Кавказ ИРФ нам в этом помогает. То есть работа уже активно ведется. И даже будучи на форуме «Путешествуем в Москве» на ВДНХ, я удивился огромному количеству иностранных туристов. Я думаю, не за горами тот момент, когда они будут все здесь. Честно вам скажу так. Пока еще краями стройка, потому что активная фаза работы резидентов в создании гостиниц, точек общественного питания. И у нас большая стройка предстоит как у управляющей компании в части развития горнолыжной инфраструктуры. Здесь, конечно, призываю немножко потерпеть. Потом, спустя какое-то время, будет город-сад. Мы это прошли и в период олимпийской стройки в Красной Поляне. — А вы участвовали? Извиняюсь. — Я участвовал, да. Я 9 лет посвятил Красной Поляне. Оттуда большой горнолыжный опыт в этом сегменте, в развитии горнолыжных курортов. — А вот скажите, вы участвовали в стройке на Красной Поляне, и вот здесь. В чем разница? — Да я бы не сказал, что какая-то есть разница всего одинакового. Но единственное, ну, нюанс это, конечно же... — Может, если у нас изюминка какая-то? — Ну, нет. Изюминка, безусловно, есть. Это особенность... — Мы лучше. — Безусловно, да. Я вам честно признаюсь, что да, лучше. Пусть не обижаются мои коллеги из Красной Поляны, но это потрясающая красота, это потрясающие просторы и масштабы, куда развиваться есть. — Что служит главным драйвером для привлечения туристов в нашу республику, а именно на всесезонный курорт Архейс? — Ну, это, конечно же, природа, безусловно. Следующая — это инфраструктура, которую мы стараемся дальше развивать и улучшать. Вот. Ну, уникальные климатические условия в Карачао-Черкесии, региона, безусловно, это приоритет. И туристы выбирают Архейсу. И Донбай, и Тиберду. — И Донбай, и Тиберду. Сколько много у нас, да, зон, где можно отдохнуть и посмотреть, и насладиться природой. — А вот сфера услуг, как обстоят дела? Хватает ли вам людей? Что вы для этого делаете? Можно ли вот об этом немножко сказать? — Ну, здесь мы стараемся те, если грубо сказать, дыры, залатать привлечением сотрудников из других регионов. Ну, создаем для них условия, ну, соответственно, планируем кампусы для проживания. Ну, комфортные условия, чтобы они чувствовали себя как дома. Вот. Линейный персонал, конечно, ну, закрывает потребности жителям региона. Вот. Линейку сервисного обслуживания мы привлекаем из других регионов нашей большой необъятной родины. — Курорт Архейс у нас находится в особой экономической зоне. Расскажите немножко об этом. — Да, действительно, это так. И это, ну, одно из больших преимуществ перед другими горнолыжными курортами. В чем оно заключается? Для потенциальных инвесторов, которые в рамках туристко-рекреационной деятельности готовы создавать новые гостиничные гостиницы, пункты общественного питания. Вот. Созданы, уже созданы условия для реализации своих проектов, для подсчета своих финансовых моделей. Уже привлечены и с каждым годом растет туристический поток. Есть туристическая инфраструктура, есть инфраструктура инженерного обеспечения, дороги. Вот. Это, безусловно, является основными критериями для положительной динамики привлечения инвесторов. Вот. Это глобальное преимущество курорта. — И в пользу для нашего региона. — И в пользу для нашего региона в налоговых отчислениях, безусловно. — Да, конечно. — Роман Александрович, большое спасибо вам за интересную беседу. Желаю вам успеха в вашей работе. — Альбина, большое вам спасибо. Спасибо телезрителям. Всего доброго застали. — До новых встреч. — До новых встреч. — До новых встреч. — До новых встреч.